Всем привет, друзья! Это рубрика Секреты Скайрима. Меня зовут Сагиров Иван, мой канал Мистер Кэт и погнали! Ребят, сегодня, сегодня мы заберемся на высокий Хродгар. Да, начнем здесь и в принципе все, все мы начинали здесь идти по этим ступеням, поднимались наверх. Это самое начальное, не знаю, все так, все-все-все-все, как только начинали играть в Скайрим, всегда поднимались по этим ступеням. Да, это было самое начало, но, друзья, мы не все читали вот эти таблички. Про этот секрет мне рассказал Эфим Никитин и он очень крутой, он был у меня в прохождении, друзья. И не все смотрели мое прохождение, я могу поспорить, что даже, наверное, 80% игроков не знают про этот секрет, а мы сегодня его получим. Первая табличка, надпись номер 1. Прежде рождение людей Мундус было во власти драконов, их слово было голосом, и они говорили, лишь когда нельзя было молчать, ибо голос мог затмить небо и затопить землю. Так, первую табличку прочитали и отправляемся дальше, друзья. Это спешл эдишн, спешл эдишн, я все-таки выставлю крик на всякий случай, потому что тут бывают, попадаются мишки, вот такой вот мишка. Уйди сюда, малыш. Отправляем его подальше и... Бегим дальше. Отправляем его подальше и дальше, дальше, дальше бегим. О, боже мой, какой же красивый стал Скайрим Спешл Эдишн, друзья. Это что-то невероятное. Ты просто бежишь и любуйся этим освещением. Просто нет слов, друзья. Просто нет слов. Бери, делай скриншоты и ставь себе на обложку. Ладно. Сейчас я найду вторую табличку. Блин, когда я узнал про этот секрет, я думал, блин, я столько играю, столько бегал мимо этих табличек и думал, зачем они? Реально, я, ну, одну-две читал и... Ладно. Надпись номер два. Люди родились и разошлись по Мундусу. Драконы правили всеми бескрылыми существами. Слабы были люди тех времен, у них не было голоса. Да, 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 напиши, как я плохо читаю. Это, в принципе, нормальное явление для моего канала. Но я буду стараться. Буду стараться, друзья. Так, поднимаемся все выше и выше. Ой, дождик. Да, начался дождик. И мне нужно найти теперь третью табличку. По-моему, здесь... О, да, привет, дорогой! Да, парень погнал. Да, улетел далеко. Ну, ничего, мы пойдем, скучать не будем. Да, поднимаемся все выше и выше. Блин. Тут как-то скользко. Ой, смотри, тут еще один дружок. Хм. Ну что ж, давайте попробуем подождать, пока откатится мой крик. Опа! Он согрелся? Да ладно, погоди. Погоди, совсем немножко осталось. Давай, давай, потопчись, потопчись, дорогой. Мне уже совсем чуть-чуть. Сейчас это отправлю... В саундгард. Ну, ладно, не будем ждать. Понятно, я его туда не отправлю. Если ты хочешь написать комментарий. Господи, они всех козликов, как и я, поперебили. Так, и следующая табличка под номером 3. Тут кое-что можно взять. Надпись номер 3. Юные души людей были сильны в старые времена. Они не страшились войны с драконами и их голосами. Но драконы криком разорвали их сердца. Да, если бы я так увидел дракона, то... Это было бы стрёмно. Стрёмно, стрёмно, стрёмно. Интересно, откуда вообще взялась эта вот легенда про дракона? Может, действительно когда-то? Когда-то? Хотя нет, нет. Это миф. Это всё выдумали. Хотя помню какие-то документальные фильмы, что типа что-то когда-то отрыли, что-то похожее. Ну, скорее всего, эти мифы начались, когда люди начали отрывать непонятные скелеты. Но наука тогда была ещё на ранней стадии. И древние учёные начали... А это же драконы! Но они ещё не знали, что это были динозавры. Не, ну посудите. Скорее всего, так всё и было. Вот. Ещё одна табличка. Читаем её. Блин, господи, такой... Противный дождик. Надпись номер 4. Кин воззвала к Партурнаксу, который пожалел людей. Вместе научили они людей использовать голос. И закипела война драконов. Дракон против языка. Да-да-да-да-да. Картина становится всё яснее и яснее, друзья. Вспомню первые мои чувства, когда я забирался на эту гору. Были такие... Я не знаю, я так всё боялся. И так было стрёмно. Я вот помню, как сейчас. Это какое-то такое вот переживание, знаете, перед неизвестным. Было так интересно. Когда я, помню, встретил первого своего тролля. Он как дал мне леща. Ого! Я его боялся. Так, друг, что ты? Ты какой! Оно, оно, оно! Пускай он встаёт. А мы пока прочитаем пятую надпись. Люди победили. Криком изгнали Алдуина из этого мира. Всем доказали, что их голос не слабее. Но жертва их была велика. Да, видимо, много. Много положил Алдуин. И мне ещё придётся с ним подраться, друзья. Да, я никак не пройду главную линейку. Но после прохождения гильдии воров, я всё-таки с ним сражусь на легендарной сложности. Это будет эпик. Ага, вот следующая табличка. Шестая. Да, надпись номер шесть. Кричащие языки несли детям неба победу. Основали первую империю мечом и голосом. Покуда драконы ушли из этого мира. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Друзья, всего, всего этих табличек десять. И сейчас будет седьмая. Табличка номер семь. От Красной горы языки ушли посрамленными. Юрген, призыватель ветра, начал свою семилетнюю медитацию. Чтобы понять, как могучие голоса могли проиграть. Да как проиграли, так проиграли. Чего это он этого я снял? Непонятно. Ладно. Ой, ребят, уже стемнело. Пока я добежал, уже стемнело. Табличка номер восемь. Надпись восемь. Юрген, призыватель ветра, избрал молчание и вернулся. Семнадцать спорщиков не могли его перекричать. Юрген спокойный выстроил дом свой у глотки мира. О, так значит и у него там дом? Я, честно говоря, это не знал. Нужно больше читать лор, особенно мне. Больше, больше, больше. Вот почему у меня есть рубрика. Книги Скайрима. Да, сейчас я редко ее выпускаю. Но, друзья, она реально мне очень помогает. Очень, очень, очень. Так, и осталось две. Две таблички, да? Я ж ничего не пропустил. Вот, нашталась, дорогой. Девятая табличка. Надпись девять. Годами молчали седобородые. Произнесли лишь одно имя. Тайбера Септима. Еще юношу призвали они в Хротгар. Благословили его и нарекли Давакином. Вот, вот первый, друзья. Первый Давакин. А может, будет история самого первого Давакина в древних свитках? Нет, вряд ли. Вряд ли будет еще заезжена эта тема, тема драконов в свитках шестых. В шестых свитках будет совершенно что-то новое, интересное, гениальное. И надпись десять, друзья. Голос есть служение. Следуй внутреннему пути. Говори. Пиши, когда молчать нельзя, друзья. Мы читаем десятую табличку. И нам добавлен глаз небесный, друзья. Перка. Уникальная перка. И нигде не написано. Я не знаю, может быть, кто-то где-то и написал эту табличку. Может быть, она где-то сказана в какой-то книге. Но так просто вы об этом не можете узнать. Вы обязательно должны. Обязательно прочитать все таблики. Не, ну, тот, кто любопытный и читал все таблички, получил этот голос. Потому что непонятно, что дает этот перк. Глаз небесный. Животные не нападают на вас и не будут вас атаковать. Ой, и не бегут от вас. То есть, все звери, все-все звери, пауки, крысы вас просто-напросто не атакуют. Ну, 23 часа. В принципе, этого достаточно. Если вы просто бегаете, быстро не перемещаетесь. Это обалденно. Это круто. Это такой секрет. Я уверен, что многие из вас не знали. Да, многие знали, кто смотрел мое прохождение. А может, еще до, даже до моего прохождения. Но это 100% процентов 80 не знало. Так что, если вам понравилось, друзья, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И вы узнаете еще другие секреты. В рубрике, я, кстати, сейчас выставлю секреты Skyrim. У меня есть два видео. Все, друзья, это был канал Mr. Cat. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВК. Подписывайтесь, друзья. Если вам понравилось, порекомендуйте это видео друзьям. Все. Всем пока.